В эфире Atomicen Business Channel еженедельный обзор казахстанской фондовой биржи. Здравствуйте! Наиболее значимые тренды текущей недели это дешевеющий нефть, рубль и, как следствие, тенге. Стоимость черного золота снижается вторую неделю подряд, достигнув в четверг минимальной отметки за три месяца после публикации данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов США. Согласно отчету Министерства энергетики, запасы сырой нефти выросли на 1,7 млн баррелей. Экономисты, напротив, ожидали падения на 2,3 млн баррелей. Публикация отчета от Baker Hughes, согласно которому количество буровых установок в США выросло на 14 единиц, оказала дополнительное давление на котировки нефти. В настоящее время стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 42 долларов за баррель или на 15% с начала месяца, что является наиболее резким месячным падением в этом году. Вследствие падения стоимости нефти, курс доллара США вырос на 10,7 тенге или 3,1%, составив 352 тенге и 36 тин на закрытии торговой сессии в пятницу. Китайский юань подорожал на 1 тенге и 74 тин или 3,4% до отметки 52 тенге и 94 тин за юань. Курс российского рубля наоборот ослаб в отношении тенге, снизившись за неделю на 3 тина или 0,5% до отметки 5 тенге и 28 тин. Рост индекса Кассе за 4 дня текущей недели составил 0,7% или 7,5 пунктов. Наибольший рост продемонстрировали акции КИГОК, стоимость которых увеличилась на 4,1%, превысив уровень 1000 тенге за акцию. Сегодня в торговой системе Кассе прошли специализированные торги по размещению облигаций КИГОКа. Суммарный объем выпуска составил 47,5 млрд тенге. Инвесторам предложен индексированный по уровню инфляции годовой купон, который на первый купонный период составит 18,6% годовых. Акции Кастронсойл показали положительную динамику. В четверг котировки закрылись на отметке 929 тенге и 97 тин за акцию, с плюсом более 30 тенге. 28 июля был опубликован неконсолидированный отчет компании, согласно которому ее выручка за первое полугодие 2016 года снизилась на 1,2% относительно прошлого года и составила 96,2 млрд тенге. Чистая прибыль компании составила 36 млрд тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 6,5%. 48% за 20 минут. Столько могли заработать инвесторы, которые купили акции Актюбинского завода металлоконструкций в рамках IPO-компании, которая составилась в пятницу 22 июля. Стоимость одной простой акции при подписке составляла 11 177 тенге. В течение первых 20 минут торгов цена взлетела до уровня 16,5 тысяч тенге. Стоимость акций на закрытии 28 июля составила 16 223 тенге. Таким образом, доходность по ценным бумагам АЗМ с момента подписки составила 1648% годовых. Доходность денежного рынка незначительно снизилась относительно предыдущей недели. Доходность на рынке репост снизилась на 0,1% до отметки 12,1% годовых, в то время как доходность на рынке SWOP на закрытии в четверг составила 12,6% годовых, что ниже результата прошлой недели на 0,1%. Национальный банк Республики Казахстан сохраняет максимальную ставку вознаграждения по депозитам физических лиц на прежнем уровне. Несмотря на снижение базовой ставки с 15% до 13% годовых, размеры максимальных ставок вознаграждения, рекомендуемых Казахстанским фондом гарантирования депозитов по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, сохранены на текущем уровне. 14% годовых по депозитам в национальной валюте и 2% годовых по депозитам в иностранной валюте. Решение о снижении уровня базовой процентной ставки создает предпосылки для снижения стоимости денег в экономике. Ранее Национальный банк указывал на изменение валютных предпочтений населения Казахстана и, как следствие, снижение долларизации депозитов. Так, по его данным, доля депозитов в иностранной валюте снизилась с 70% в январе 2016 года до 58% по итогам июня 2016 года. Это был еженедельный обзор казахстанской фондовой биржи. Смотрите нас каждую пятницу! Субтитры создавал DimaTorzok